Всем привет! Меня зовут Олеся. Добро пожаловать на мой канал! У нас воскресенье, 30 сентября. Мы с семьёй приехали в Икеа. Нам нужно посмотреть кое-что из мебели. Мои доченьки, видите? Женя катит Розалию. Розалия зовёт папу, он пошёл немножко вперёд. Рата, вход? Не знаю. Ну посмотрим, куда же мы его поставим в комнате? В центр комнаты. Мебель из ротанга, кресло 80 евро. Нужно присмотреть письменный стол компьютерный, украшения для Жениной комнаты и коридор, тумбочку. А где же он поместится в твоей комнате? Стол и стул. Так, диваны нас в этот раз не интересуют. Диван мы уже купили в том году. Больше всего мне нравятся в Икеа оформленные экспозиции, комнаты готовые. Дети ухватили себе тряпочный домик, какие-то рамочки для фотографий. Я ничего не беру, потому что мне сначала нужно перетрусить шкафы, гардеробку, кое-что повыкидывать, к осени приготовиться. И тогда пересмотреть систему хранения, потому что в детском шкафчике у меня не помещаются лотки, они очень высокие. Всё перемерить, в общем, мне надо. И тогда я уже приеду, буду больше понимать, что брать. А сейчас брать ноугак я не захотела. Давай! Мама! 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 Мама сисью! Ох, какое солнце! Что ты там делаешь, Уика? Так, наши сегодняшние покупки Это такие куклы Уникорн Это единорожка На ручку И такой дракончик Смотри, Розалия, дракончик Вот они сейчас Розалию развлекают вдвоем На! Мы еще купили вот такие коврики Маленькие и большой в ванную У нас такие были похоже оранжевые Два больших Вот такие мы взяли трубочки Они очень нужны Розалии и Жене Потом мы еще купили Вот такие рамочки, они были дешевенькие Они подойдут нам в детскую комнату Рамки для фотографий И вот этот вот Цирк называется Маленький домик Для детей, для игр Сейчас мы его как раз разберем И девчонки поиграют Еще брали какие-то такие Хозяйственные мелочи Типа лампочек энергосберегающих Муж уже их позабирал И вкручивает туда, куда нужно Разборка домика Ух ты ж! Ух ты ж! Ага! Ага! Смотри, Розалия Здесь нужно палочки вставлять Вот сюда Ну давай Давай ты подержи, я вставлю, Женька Давай Ага, давай Палки эти на резинках На каких-то Очень быстро все это попадает Именно туда, куда нужно Даже вот женщина и дети Смогут собрать Розалия Открыть сейчас Откроем, дочка Вот видите, оно все Сразу становится как надо Давай сюда Всего получается Четыре направляющие Этот домик легко собирается Легко разбирается Прелесть У нас нет места, куда мы его поставим Остальное уберем Да, пока не купили стол У нас есть тут место в углу В одном, во втором И поставим пока туда Потом они наиграются И все, уберем его Или отнесем в подвал Уберем Розалия Что это здесь такое? Смотри Сейчас внутрь залезу Давай Давай, сейчас в ховрик дам тебе Вот, я внутри Розалия, где Женя? Ку-ку Заходи к ней Заходи Тук-тук-тук Ку-ку Можно к вам? Ну ты не улезешь просто Мне нравится, Розалия? Ку-ку Классно? Это инструкция от домика Я выброшу Там и так все понятно Как оно собирается Разбирается Ку-ку Здорово тут, да? Ку-ку Так, трубочки мне отдадите Сейчас будете играть Что-нибудь другое И в телефон Нам аппетита Мы обедаем И начинаем С антипасты Оливы Норвик Очень вкусные Паста Вечера И мы славно пообедовали У моей свекрови Как всегда В воскресенье Она готовит Традиционные итальянские блюда Аппулийские Сегодня у нас была Паста арабьята Она делает их С грибочками С прошутто С такими маленькими Острыми Острыми С острым перцем С маленьким Красным Их называют Девулики Здесь Они такие малюсенькие В сантиметр Длиной Но очень-очень острые С большим количеством Пармезана С томатной пастой Это очень-очень вкусно Все время Она мне дает рецепт Но я никак не соберусь Никак их не сделаю И потом После обеда Еще у нас на обед было Мясо приготовленное на огне Видите, я окутаюсь в халат Потому что уже прохладно Я еще немножко простужен Но уже чувствую себя гораздо лучше После обеда Девчонки нагулялись в домике Розалия осталась от него В полном восторге Ее полчаса нельзя было Оттуда вытащить А когда я звонила Ваньке Звонила своей сестричке То она бегала Сразу же пряталась в домике И играла с ними в ку-ку Из домика Вот Она осталась очень довольна Этой покупкой Сейчас она наконец-то заснула Я с ней тоже немножко подремала Женька села делать уроки Муж, как всегда, смотрит Портиту Дибари Или не Дибари Не знаю Может кого-то еще После обеда Он всегда С родителями смотрит Футбол Девчонки под последними видео Написали, что Стало заметно, как я похудела Да Я продолжаю худеть Я говорила, что Участвую сейчас Во втором потоке марафона Осознанного питания Марафон Сулмастер 2 Скажу честно, что Я выполняю задания Уже не так тщательно Как первый раз Я тогда писала Каждый день дневник Обязательно Тщательно все прописывала Но в этот раз Я немножечко халявлю Меньше времени Утеляю выполнению заданий Но все равно Даже вот в таком режиме Что я пишу раз в два Раз в три дня дневник Все равно Это меня дисциплинирует Я, когда хочу Лишний раз перекусить Или поесть больше Чем обычно То я задумываюсь А нужно ли мне это А хочу ли я Этого сейчас А может быть Я не так уж сильно И хочу перекусить Может быть Я хочу попить воды То есть я задумываюсь Просто лишний раз И соответственно И соответственно Меньше кушаю И да Так получается Что я продолжаю худеть И совсем скоро Будет минус 15 килограмм Потому что сейчас Уже я потеряла Больше 14 килограмм Могу сказать Что наконец-то Мне стали делать Комплименты итальянцы Потому что они И когда я набирала вес Они молчали Ничего не говорили И когда я начала Его сбрасывать Долгое время Была тишина Никто ничего не говорил И сейчас Вот буквально Вот последние 2 килограмма Уже стало Может быть Это стало больше заметно Очевидно Потому что уже Наконец-то Появились ключицы Как-то уже стала Вырисовываться фигура И сейчас Наконец-то Окружающие меня люди Стали говорить Что да Ты заметно похудела И Они меня тоже Все спрашивают Как это я сделала Потому что Полных людей В окружении У меня очень много Все-таки В Италии Любят покушать Вкусно готовят Большой выбор Большая доступность Свежих Очень вкусных Потрясающих продуктов И Жизнь очень спокойная Размеренная В общем у вас есть Много возможностей Набирать лишний вес Девчонки Написали в комментариях Олеся Напиши что ты ешь Как ты так похудела Чем ты питаешься Сними про это видео Девчонки Я в принципе Ем Все Как и всегда То есть У меня не какая-то там ПП Не какая-то Особенно диета В основном мы придерживаемся Здесь средиземноморской диеты Но я сделаю отдельное видео Я уже на самом деле У меня есть видео на канале Как похудеть на 5 килограмм Я его снимала Когда только Женя Когда только начала Марафон И у меня были первые результаты Я потеряла 5 килограмм Я сняла это видео Потом когда я была в Белоруссии Мое похудение продолжилось Я потеряла тогда 10 килограмм Я сделала видео Как похудеть на 10 килограмм И вы знаете Я его снимала с сыном И потом У меня там всякие были события Нехорошие в семье у нас И в общем Оно у меня не смонтированное лежит И выгляжу я там Ну как бы Вот минус 10 килограмм И минус 14 килограмм Ну такая вот Ощутимая разница Я уже выгляжу лучше Я уже то и монтировать не хочу Поэтому наверное Я его перезапишу Ну в общем-то Я очень надеюсь Что в скором времени Мне уже нужно будет снимать видео Как похудеть на 15 килограмм Поэтому девочки Сделаю в ближайшее время Видео о том Как я там питаюсь Что я делаю Хотя Сразу могу сказать Что Ну не пересматривала я свой рацион Не было там такого Что вот это Это я не ем Вы знаете Что у нас на марафоне Под запретом Всего несколько продуктов И то это временно То есть А вот расскажу я об этом В видео Как похудеть на 10 килограмм Вот не буду сейчас говорить Пускай будет маленький секрет Вот такие дела Вчера я была очень сильно простывшая Мы на улицу не выходили Целый день я валялась дома на диване И чем я занялась Я перетрустила свой гардероб И у меня в гардеробе Столько вещей Которые Были мне малы Я покупала вещи В магазине их одевала Да вот с трудом натягивала Вроде бы Вроде бы сходятся Вот я их покупала А носить на самом деле не могла Например джинсы Которые еле застегивались А ходить в них неудобно И вот они у меня висели Годами И наконец-то вот До этих вещей Дошла очередь Сейчас они на мне сидят Хорошо и свободно И у меня сейчас Такой большой выбор На самом деле шмоток Вот я сейчас Всё это Трушу Пересматриваю Что сейчас я буду носить В этом сезоне У меня одних джинсов Штук пять, наверное Которые мне раньше были малы Сейчас не в самый раз И также Большой выбор вещей Которые мне Стали велики В частности Почти всё бельё Бюстгальтеры Вот дородовые даже Которые я носила До рождения Розалии До беременности Они мне стали Велики Я сейчас надела Один из них Который Надевала До беременности И он мне большой То есть я его сегодня надела Поношу И всё Я его выброшу Потому что Мне некомфортно Мне уже Так что я сейчас Меняю Бельё У меня есть Также Несколько Пар Несколько комплектов Которые были куплены Из расчёта Что когда-нибудь похудею Ну и покупаю Ещё новое Которое Удобное Мне Меньшего размера И вы знаете Такие приятные хлопоты Вот так вот Перебирать свой гардероб Когда Есть куча вещей Которые ты меряешь Понимаешь Что Так болтается Нет Нет Это уже мне не к лицу Придётся выбросить Или наоборот Достаёшь Что-то своё любимое Например У меня есть Один комплект От Мотиви Он уже может Не совсем актуальный В этом сезоне Ему уже много лет Платье Футляр Белое И Длинный Такой Пиджак Поверх платья И Он уже Возможно В новых тенденциях Не совсем актуально Но Боже мой Как я его любила И вы знаете Он так хорошо На мне сидит Сейчас Я его просто Обожаю И вот доставать Такие любимые вещи Которые наконец-то Хорошо на тебе сидят Это так приятно Это так приятно Что я не могу Вам передать Вот такое Получилось у меня видео И Всем большое спасибо За просмотр Подписывайтесь на мой канал Если вы ещё Не подписаны Не ставьте мне лайки Скажу честно Что мне это всегда приятно Пишите комментарии И мы будем Общаться с вами Под видео На днях Обязательно Сделаю видео Как похудеть на 10 кг Что я кушаю Что я делаю И всё Увидимся с вами В новых видео Чао-чао Всем пока-пока Добрый вечер всем Малышка моя проснулась Девчонки Всё-таки села Я сейчас записала Это видео Как я похудела На 10 кг И Видите Я одела для него Блузку В которой фотографировалась Перед началом Своего похудения Она тогда Так плотненько Она мне сидела Сейчас Немножко стала Свободновата И Знаете что Не стала я тут Камеры устанавливать И свет Я просто На скорую руку Сняла это всё На телефон Для того Чтобы быстрее смонтировать Потому что я знаю Что если сейчас Начну заморачиваться Долго снимать Это у меня Займёт много времени Я не знаю Когда это просто Выложу потом Поэтому Сделала на телефон Но Рассказала всё Как есть Возможно Это в чем-то Будет даже Повторение моего видео Про 5 кг Но Зато от души Надеюсь Что вам будет полезно И вы Так же как и я Без диет Без спорта Без особого напряга Будете худеть Получая от жизни Удовольствие И В общем-то Я думаю Так и надо Жить радость Получая удовольствие И Не ограничивая Себя В чем-то То есть Я худею Без ограничений Без диет Без спорта Просто Меняя Своё Мышление Все Вот такие вот дела Спасибо за просмотр Еще раз Увидимся с вами В новых видео Чао Чао Спасибо за субтитры Алексею